Конечно же, это был шок. В самом начале это был шок, и думалось, как это дальше жить, потому что то, что пишется в медицинских энциклопедиях, это страшно. Аня родилась с серьезным генетическим заболеванием. 28 лет назад о нем еще слишком мало знали, потому и диагноз врачи поставили не сразу. До года девочка пыталась делать первые шаги, правда, так и не пошла. И после череды исследований стало ясным – это спинальная мышечная атрофия. Люди посторонние подходили к коляске и говорили, женщина, почему вы здоровую девочку усадили в коляску? Почему вы ее не ставите на ноги и не пускаете ходить? То есть, ну, типа, я ее держу. Ну, объяснять, конечно, всем не будешь этого. Девочка действительно мало чем внешне отличалась от сверстников. Да и родители делали все для того, чтобы жизнь малышки была полноценной. Она была и в цирке, и в театрах, и наверху национальной библиотеки. Она смотрела. Ну, то есть, все, что можно было, мы делали. Нам предоставляли один раз в год всегда возможность оздоравливаться в санаториях. Там различные процедуры, ванны. Ну, а на юг, конечно, на море мы ездили, купалась и загорала. Ну, то есть, как обычный ребенок. Но, к сожалению, спинальная мышечная атрофия – заболевание прогрессирующее. И после 18 лет мышечная слабость девушки стала быстро нарастать. Ну, если в детстве я могла сидеть без корсета и могла целый день практически сеть в коляске, чем-то заниматься, то сейчас мне нужен поддерживающий полужесткий корсет. Я в нем сижу. Ну, и несколько часов, а потом мне нужно отдохнуть, полежать. Терапия сегодня состоит в основном лишь из витаминов. До недавнего времени спинальная мышечная атрофия считалась вовсе неизлечимой. Но сегодня препараты, способные остановить болезнь у малышей или хотя бы стабилизировать состояние уже взрослых пациентов, найдены. Вот только финансово для большинства семей недоступны. И объединить всех желающих помочь взялся Белорусский Союз Женщин. Общественное объединение открыло сбор средств для приобретения лекарственных препаратов для лечения детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Поддерживающую терапию, конечно, сейчас она бы нам очень была бы необходима, чтобы они еще вот эти силы оставались. Она может самокушать, она может вязать, она может что-то еще делать руками. Хотелось бы, конечно, чтобы эти функции у нее остались. Мастерить руками потрясающей красоты вещи – это действительно Анин талант. Вязать она научилась в 12 лет. Сначала салфетки, шапки и шарфы, а сегодня в ее коллекции самодельные шкатулки, корзины, сумки и клатчи из трикотажной пряжи и полиэфирного шнура. Слежу за какими-то модными тенденциями, смотрю, что сейчас популярно. Я вяжу довольно медленно, то есть знаю, что мастерицы, которые вязальщицы здоровые, они быстрее это делают. То есть, ну, шкатулку недели-две вяжу, сумку месяц, бывает дольше, смотря сложности. Это ее отдушина, ей нравится, она изучает разные идеи, техники, то есть это для нее очень важно. Девушка официально ремесленник. Выставляет свои работы на крупных фестивалях, ярмарках и выставках. Активно ведет социальные сети. Причем творческий интерес одним вязанием не ограничивается. Анна создает авторские украшения, сезонные вещи и мастерские владеет кистью. Ну вот, из последних моих работ, вот, часы расписываю. Я в этом году увидела идея, загорелась, делась, вот, мне очень понравилась. Это акриловыми красками по дереву роспись. У меня всегда много каких-то идей, хочется их все воплотить в жизнь. И для этого у Анны есть все. Природный дар видеть красоту, профессиональные навыки, настойчивый характер. Было бы здоровье, чтобы проявить неограниченные возможности своего таланта. Ну, конечно, это непросто, непросто быть человеком с СМА. Если все это будет как-то на слуху, на виду, то я думаю, что мы должны дождаться этих препаратов, этих лекарств, которые будут поддерживать и не давать прогрессировать нашему заболеванию. Будем надеяться.